Привет! Это расклад Таро для вас. Мысли, действия и чувства мужчины. Того человека, о котором вы спрашиваете, или женщина, если вы мужчина, то есть партнера. Мысли, чувства и действия. Это игральные карты, а также карты Таро, старшие арканы, в принципе и младшие тоже. Потому что игральные карты от Туза до Десятки и карты Двора, это и есть младшие арканы. Но здесь тоже присутствие старших есть на каждой карте. А карты – это периода романтики французской, ну и английской. Карты Джейн Остин, если кому интересно, вот такие. Очень классные. Итак, что же он или она задумали? Какие чувства, какие действия? Мысли, чувства. И действия. На каждую позицию я буду добирать карты, чтобы посмотреть глубоко. Актуально тогда, когда вы нажали «Посмотреть». Ну вот. Мысли о вас за работой. Эта карта называется «За работой». И вот пока партнер за работой, может быть в офисе или где-то в компании, где работает, или может быть вы в разлуке сейчас в другой стране, где работает, или что-то делает важное для себя, для своей страны. Может быть там, где вы были, было опасно, и вы выехали, и вы сейчас в безопасности. Но человек, которого вы любите, он делает нужное дело. Он о вас думает. Это мысли. Это мысли за работой. Или может быть он уехал на заработок. Может он программист, или еще кто-то. Любая специальность может быть, но уехал на заработок. Он думает между делом. Он работает и между делом думает о вас. Давайте еще будем добирать карты. Восьмерка бубновая – это ценный вы для него, как жемчуг или как бриллиант, потому что бубны – это ресурсы, деньги, ценности. А восемь – это цифра бесконечности. Вы бесконечная ценность и предмет вдохновения для него. Ну да, это туз пик. Туз пик – это может быть ему пришлось тяжело, и сейчас вот он буквально как на карте написано, да, и вы о нем волнуетесь и переживаете. Но она воздумает и любит. Или она. И держит себя в руках, чтобы дождаться встречи. А туз пик – это он решает какие-то сейчас серьезные проблемы. То, что пообещал, он решит. Это серьезные проблемы, это какие-то, может быть, проволочки, может быть, то, что он обещал, но он сейчас что-то решает. Туз пиков – это дела серьезные. А здесь, кстати, в старший аркан, как я говорила, написано «Маг», «The Magician», «Маг». Это карта «Маг». Вы знаете, для вашего партнера вы маг, а он для вас или она тоже маг. То есть отношения магические. Отношения были запрограммированы судьбой. Так распорядилась судьба. И здесь вы за каким-то бюро, может быть, подсчитываете, хватит ли у вас денег, чтобы встретиться, как вообще будут идти ваши финансы, как будет идти ваша жизнь. То есть вы занимаетесь тем, что планомерно планируете свое будущее. И это очень хорошо. Или это ваш мужчина сейчас планирует встречу. Может, вот это он за планшетами, или она, и будет вам писать письмо. Туз, вернее, Туз, да, Туз был здесь у нас. Это двойка. Но двойка тоже подразумевает Туз, кстати, потому что двойка – это же карта, которая включает в себя 1 и 2. Туз – это 1, а двойка – бубен – это возможность встретиться. У вас две возможности есть. Скоро будет встреча. Или вы двое. Два человека скоро встретятся. И будет радостная встреча. Бубны – это радостная встреча. Хороший расклад на мысли. И это вы, может быть, вы в красивом наряде придете на встречу или приближаете ее, может, выбираете себе, как выглядеть выигрышно ваша фигура и все такое. Хорошая очень карта. Радостная такая. Юношеская в любом возрасте. Ну вот легок на помине. Как сказала, так и есть. Туз вышел. Это туз червовый. Это домашний очаг. Это там, где есть любовь, где есть взаимопонимание, где есть счастливая жизнь вдвоем. Великолепно. И вот здесь, знаете, как перо и чернила и букет роз, то есть это влюбленность. Он пишет вам письмо или она хочет встретиться. А значит, встреча обязательно будет. Я откладываю первую позицию. Это мысли. И потому что я буду делать фотографии. Я обычно помещаю фотографии в конце расклада. Может быть, вы хотите просто наедине, чтобы никто не это самое не говорил. А чтобы вы просто посмотрели на карты и подумали. Вначале послушать то, что я говорю, потом подумать, это то оно самое. Так что вижу, что все будет хорошо. Мысли о встрече. Чувства. Три. Три шляпы. Он надевает три шляпы. У него три роли он играет. Может быть, роль сына, роль отца и роль любимого. Или роль на работе, роль дома. И может, еще и подработка. Может, у него три работы, и он очень устает. Чувства у него тройные. Три разных таких, разная гамма чувств. Разная гамма чувств у него. О вас. И все о вас. Это вы, ваш портрет. Королева Бубновая. Это как раз та женщина, которая является ценностью для партнера. Это ваш портрет. Это вопрошающий. Кверент. Тот, кто пришел. Кстати, у меня нет кверентов. Если кто-то оставляет свои координаты, это мошенники. Потому что у меня 3 миллиона подписчиков, если собрать по всем каналам. Даже больше, наверное, уже. Ну и они ищут. Тех, кто популярен. И присасываются. Так что не ведитесь. У меня нет ни ватсап. Телефон никогда не оставляй. И никогда не буду спрашивать деньги за расклады. Никогда. У меня нет клиентов. Я работаю только для подписчиков. Но если вы хотите стать меценатом, я, конечно, благодарю. Там 50 центов в месяц. Просто послать на мою работу, чтобы я продолжала работать. Но я деньги за расклады не беру. Не ведитесь. Бывает такое. Мне приходится удалять этих всех мошенников. Но вам надо сказать иногда, чтобы вы знали, что телефона я нигде не оставляю. Нигде не беру деньги за расклады. Не беру деньги за чистки. И у меня нет ватсап. Хорошо. Хоть, знаете, многие, может быть, скажут, теряю время зря. Слушайте, если кто-то не попадется сегодня в руки мошенников, я считаю, что я великую миссию выполнила. Так что смотрите. У меня все для всех. Итак. Ну вот думает о вас три мысли. Сегодня, например, думано о вас три раза. Ну это хорошо. Вы скажете, что я все время хочу быть у него на уме. Это спорно. Потому что каждый человек, когда он теряет себя в вас, он становится для вас уже неинтересным. Вот это такая ирония судьбы. Мы девочки, вот эта романтическая эра, там 19 век, все такое. Мы хотим, чтобы быть звездой на его небе. Но когда он теряет себя в нас, растворяется в нас, тогда он нам становится неинтересен. Потому что он теряет свою индивидуальность. Три раза он точно о вас думал. И спасибо. Хорошо, когда нас кто-то думает. А может и четыре раза. Четверка бубновая. Или может быть четыре раза хотел что-то вам купить на интернете, искал какие-то украшения, хочет подарок сделать. А деньги у него для этого есть. Он заработал. Так что деньги у него или есть, или будут. Причем хорошие деньги. Может у многих он нашел хорошую работу. Это очень стабильная зарплата. Ой, слушайте. Вообще, это карта тоски. Тоскует. Тоскует, хочет увидеться. Рисует ваш портрет. Может переписка у вас идет. Представляет себя с вами. Чувства у него очень глубокие. Это карта глубины. Двойка червовая. Хотя червовая двойка, видимо, вышла в духе. Всегда, когда я что-то такое говорю, у меня же эти карты вот так вот здесь все, и слова их, и их свет, их вибрации. Поэтому где-то двойка червовая есть в пространстве, в вашем. А если в вашем пространстве есть червовая двойка, это значит, что вы, во-первых, будете вместе, во-вторых, вы будете как пара. Да? Двойка пиковая, это означает, вам пришлось не один путь соли вместе съесть. Или кто-то мешал вашим отношениям, третьи лица, так называемые злые люди. Или какие-то обстоятельства, которые выше вас. Буквально глобального порядка. Вам пришлось, может, переехать, чтобы сохранить себя. Было опасно. Но это карта повешенного. Старший аркан. Двенадцатый старший аркан. Очень мощный старший аркан. Потому что карта повешенного обычно выходит, не слушая те плохие мысли. Иногда у нас закрадывается такой элемент сомнений. Вот он давно не писал, или не давал о себе знать, или вы не знаете, где он, может, у него другая. Отгоняйте от себя плохие мысли. Потому что плохие мысли, они всегда от нечистого. Я не вижу здесь соперницы. Императрица. Вы для него императрица. Да, может, были ссоры между вами. Вас кто-то поссорил, или обстоятельства. Кому-то это было выгодно. Может быть, были ссоры. Может быть, было две серьезные ссоры. Но вы для него все равно лучший человек. Вы императрица. Это значит, человек, с которым ему просто, ну, очень хорошо. Действительно, что женщина его судьбы. Я так могу сказать. Очень хороший карт. Значит, чувства, смотрите, я подытожу. Готовит подарок, думает о вас часто. И глубокие чувства. Вы знаете, по повешенному это очень глубокие чувства. В этом раскладе два старших аркана. У него глубокие к вам чувства. Переживания. Двойка пикова – это переживания. Он сегодня, вот, тот день, когда вы смотрите, глубоко чувствует к вам. А какие-то переживания у него есть относительно вас. Волнуется вас. Скучает. Такие чувства. Посмотрим действия. Семерка треф. Семейная карта. Но нужно защищать свои границы, я вам скажу. Потому что по семерке треф на вас, как на пару, есть нападки. Понимаете? Его действия. Пятерка червовая. Так. Знаете, какие-то сомнения, нападки. Может быть, с вашей стороны ваша мать обычно его под микроскопом рассматривает. Но она программирует вас на одиночество. Тем, что она хочет для вас найти идеального. Она как бы показывает этим свою любовь. Она очень хочет показать любовь свою. Но часто она не знает, что делает. Потому что у нее-то не идеальный мужчина был. Вообще идеальных не бывает мужчин. Так что. Какие будут его действия или ее? Валет – это действие. Валет – это уже действие. Валет – поиск, хлопоты. А здесь валет – пик. Помните, как в игральных картах у нас как валет – пик? Это пустые хлопоты. Хлопотать-то он будет. Или, может быть, здесь женщина изображена. Или это ваша мать опять. Видите, как получилось. Ваша мать впустую хлопочет, пытаясь унизить вашего мужчину в ваших глазах, думая, что этим вам помогает. Не ведая, что делает. И на самом деле вам мешает. Это может быть. Ну, а его действия какие? А, это карта Шут. Это Шут Старший Аркан. Видите, как всматривается вдаль, на перспективу. А вот его действия на перспективу. Он очень дальновидный. Он хочет, чтобы у вас в перспективе было много возможностей для развития ваших отношений. Он вас выбрал на перспективу. Это очень хорошая карта. А перспектива встречи. Видите, здесь вы в море смотрите так, вот так в море. Так красиво такие карты, романтические. Вы смотрите в море в будущее и думаете, ну где, где, где ты? Что у нас на дне колоды? Еще один Старший Аркан. На дне колоды колесница. И карта Солнца. Я больше не буду брать достаточно. Карта Солнца. Его действия. Его действия. Какие его действия? Что он хочет? Он что-то выглядывает, что-то ищет. Карта Солнца. Вообще, я сразу скажу, что его действия, как Солнце, вас восхитят, обрадуют, потому что Солнце – это радость. И даже можно сказать, что сразят на повал. Наверное, так и назову это видео. Хотела спросить просто, каковы будете его действия. А назову видео так. Потому что карта Солнца вышла. Она самая лучшая в колоде. Смотрите, сколько еще карт. Видите, полная колода. Его действия сразят вас на повал. Гарантированно. И когда? Вы спросите, когда карта колесница? Очень скоро. Шикарно. Шикарно. Он действительно будет действовать. И его действия будут такие приятные, что вы даже не ожидали это от него и от судьбы. Его действия сразят вас на повал. Карта Солнца вышла. Последняя карта, она была на дне у колоды. На дне у колоды была колесница и последняя карта Солнца. Два старших аркана. Оба старших аркана говорят скоро, потому что когда Солнце вышло, все меняется. И карта колесница – это карта скорости. Очень скоро. Очень скоро. Его действия сразят вас на повал. Шикарно. Очень обрадует. В смысле, в хорошем смысле понимания этого слова. Его действия вас очень и очень обрадуют. Я за вас очень рада. Шикарный расклад. Знаете, я делаю иногда очень длинный расклад. У меня и на час есть. На 40-40 минут обычно. 35-40. А иногда просят меня, мои слушатели, сделать так, на минут 10-15, чтобы пока кофе пьете, чтобы вот, а потом поразмыслить немножко. А для того, чтобы поразмыслить, я обычно в конце делаю сверху фото, чтобы вы могли посидеть сами наедине с собой. Потому что карты еще что-то свое скажут. Еще дополняют то, что я из пространства взяла для вас. Так что расклад очень счастливый. Говорит, что вы будете вместе, и он будет действовать активно и очень позитивно. Встреча точно будет. И продолжение отношений, конечно, будет. Друзья, я хочу сказать от себя, что для меня главное, чтобы вы были счастливы и богаты. Это супер важно. Поэтому я делаю все, чтобы так и было. И я для вас сделала дело. Делать расклад – это дело, конечно. Поэтому можно поблагодарить меня словом, конечно. Но желательно поблагодарить меня делом. Это немного. Это может быть 50 центов в месяц. Если вы считаете, что я тот консультант, который многое говорит, то, что вам помогает. Ну, чтобы вначале было слово, а потом дело. То есть, если вот это мое слово и мое дело, которое я делаю, расклады, вам помогает, может быть, немного, может стать спонсором канала. Подумайте об этом. Это было бы с вашей стороны очень благородно. Или же послать можно мини-донат иногда на моем сайте. Переход на сайт есть под каждым видео. Это kolenatorot.com Благодарю от сердца. Потому что расклады, в общем, есть такие две функции. Одна функция – показывают люди, что умеют делать, и тогда у них есть клиенты, есть заработок. Другая функция – у тех, у кого очень много подписчиков, просто нет возможности. Нельзя разделить энергию на две части. Поэтому я делаю только общие расклады, потому что много людей приходит, и всем нужна помощь. По этой причине у меня зарплаты нет, у меня нет клиентов. И я, конечно же, должна попросить, чтобы появились меценаты на канале. Вы не думайте, это не так много людей. На 100 тысяч просмотров, может быть, один человек решит быть меценатом. Но что некоторые люди, кто, ну, может быть, не очень добрые, думают, ой, 100 тысяч пошлю деньги. Нет, такого и никогда не бывает. Может, один доллар пошлют один, ну, и если повезет, то два, и ста тысяч просмотров. Так что это статистика, это неумолимая статистика. Но я все равно говорю это, потому что, естественно, что это важно. Благодарю, если вы решите быть спонсором канала. Ну и до новых встреч. Всем желаю счастья, всего самого лучшего. И я знаю точно, что я вам пригожусь. И мы еще обязательно с вами и очень скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok